Премьера документального фильма «Власть и мучи», в котором разоблачается хищение в государственной компании «Росагролизинга» 39 млрд. рублей бюджетных средств вызвало неоднозначную реакцию у россиян. В хищении подозревается и бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Как сообщил советник, ущерб в несколько десятков миллиардов возник из просроченной дебитерской задолженности, а также вывода лизинговой техники и отсутствие обеспечения лизинговых договоров. Скрынник категорически отвергает обвинение в свой адрес наставив, когда она уходила из корпорации на высокий пост министра, задолженность не превышала и миллиарда рублей. Однако недвусмысленно сообщил, что исключает возможность возвращения в Россию, поскольку находится в декретном отпуске и на лечении. По мнению Скрынник, тот факт, что у нее есть дом во Франции, ничего не доказывает. Но вопрос, готова ли она приехать в Москву и дать показания, чиновница ответила нет.